Добрый день, дорогие друзья! Привет, что у вас в городе Крохтианапа. На пляжике Восход мы сейчас с вами будем двигаться в шторм. У нас Александр, здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Идем с Юры заберять. Заберять. Там творится невообразимое. Волны доходят до дюн. Я только что был, сейчас вам покажу всю эту красоту. Так, друзья, выходим на пляж Восход, точнее то, что от него сейчас остается, потому что море подошло очень близко к берегу. Вы можете увидеть, что волны доходят до дюн. Я в прошлый выход вообще передвинул мешки с правой стороны с мусором, чтобы их море не унесло. Александр пошел сейчас посмотреть, почувствовать ветер, повышены дюны. Там впереди мы видим пляж Давиля, он полностью затоплен, территория, ну и вот только что волна отошла. И туда, в сторону Анапы, все точно так же. Ветер, если еще усилится, потому что сейчас всего лишь 10, а обещали метров 13, то волны пойдут опять в те же места, которые топило в прошлый раз. И, возможно, деятели гостиничные, которые сносит дюны, которые вчера показывал вам, как раз-таки понесут ответственность. Море может к ним в гости прийти. Но сейчас, видимо, до самой дюны каждая волна залетает сюда. Мы приехали, чтобы покорять этот шторм, катать на кайте. Вы пишите о том, что какой ветер там в комментариях, кто гуляет по Анапе. Честно, сегодня дует немножко даже слабенько. Ветра хочется побольше, чтобы посильнее пораздавать, повыше полетать. И смотрите, как набегает волна. Какова красота. Просто смотришь на это чудо, шипит море. Пена. Ух. Такой вау-эффект, друзья мои. В общем, красиво, приятно и классно. Я думаю, можно проедить на север. Ну, вот чуть-чуть, мне кажется, да. Рвется, да. Может, турбулентность выйти до этого. Нам турбулентность не нужна, столбы рядом здесь. Я уже в курсе столбов. Тут погиб мой кайт. Но Саня его восстановил, кстати. Ему спасибо за это. Да, вообще отлично. Крепкий кайт новый. Восстановлению подлежал очень быстро. Дай бог, чтобы больше вот такие столбы не цеплялся. Ну, ладно. Наверное. Значит, по проспекту двигаемся дальше на северное сияние. Вчера снимал по джимоте. Здесь было так солнечно, прекрасно. Смотрите, те же места. Насколько они печальнее выглядят. Пасмурная погода. Но уже скоро появится зелень. Ветер здесь, видно, по деревьям продувает сильнее. Так что это очень хорошо. Мы двигаемся на северное сияние. Сегодня, если сильно в море не устану, то под снимом джимоте покажу оставшиеся проходы к морю, которые мы вчера с вами не зацепили. Но сейчас давайте северное сияние, что там происходит. А тут даже солнышко проглядывается. В общем, лазурный берег, проезд к морю возле речки Можипсин. Здесь дорога уничтожена просто в хлам. Поэтому двигаться здесь на легковых сложновато. Ну, такими проходами мы и славимся в Анапе. Что у нас все классно и прекрасно. Река Можипсин у нас протекает, в принципе, здесь, смотрю, спокойно. А вот речка Анапка, там прям много воды. Я видел, что взяла. Уровень ее поднялся. Хотя и здесь я смотрю, что течение пошло вспять. Видите, пена морская. Нетипичная для реки. И вот потоки идут не по течению, а вверх наоборот. То есть довольно-таки опасная обстановочка. Но будем надеяться, что все будет хорошо. В принципе, районы уже, я думаю, привыкли к подтоплениям. Буквально вчера здесь воды было по колено. Сейчас будет по грудь. То есть уровень очень сильно реки поднялся. Ну и там видно, что всю косу, которую река создала, размыло морем. Вот это да, друзья. Вот такая-то обстановка. Здесь возле дюн еще больше поток воды идет туда. Я что-то начинаю переживать, что поставил машинку. Может, как-то невыгодно. Пена морская. Волны досюда заходят, приносят. И пену ветром продувает. Ну хорошо, по краешку здесь есть проход к морю. Просто везде вода. Такой выходишь, думаешь... Что творится? Море прорвалось. Паника. Ну все хорошо, ребята. Это природа. Ее надо уважать и понимать. И тогда все будет хорошо. В общем, красота Анавского побережья в полной мере сейчас здесь, сзади меня. Ну, картинка очень красивая. Надеюсь, что в ваших городах вы ее тоже оцените. То, насколько стихии не прощают всяких там проранов. Но здесь река, которая раньше, кстати, не впадала сюда в море. Она впадала в Витязевский лиман. А затем у нас ее русло поменяли и сделали вывод. Как раз таки в море. Вот к чему теперь это приводит. Постоянные подтопления. Ух. А там впереди солнце с просветами. Жалко, камера не передает. Там волны прям блестят. Интересно, а где нам запускаться? Потому что давно такого шторма не было. Чтобы прям настолько сильно море выходило из берегов. Плотность ветра здесь очень большая. Так, есть у нас местечко. Как раз таки откуда мы будем уже производить запуски своих кайтов. И пляж. Выглядит очень, очень интересно и красиво. Сибурьюк опять в воде. Ничего их не учат. Говорят, убирайте. Межсезонье. Нет, а у нас некоторые начали уже выставлять пляжи. Я думаю, будут интересные последствия, конечно. Опять куча мусора попадет в море. Только я вам говорил, хочу показать, как блестит море. Штормы. Вот они. Солнечные лучи достигают нас. Сейчас будет красота. Песок вот наступает. Видите, он такой проваливается. Прям как в зубучие пески засасывает. Когда проходишь по песку, по которому протекло море. Ощущение очень интересное. Главное, чтобы глубоко не засосало. И пляж под солнцем. Шторм. У-ху! Вот это красота. Прямо режет глаза. Как за секунды все изменилось. Вышло солнце. Совсем по-другому заиграло море. Очередная волна летит в сторону берега. Ну и полностью подтопленные эрарии на пляже Келозурный берег. Можем с вами наблюдать. Шторм. Стихия. Фантазия. Вот только вот смотрите, как засасывают ноги, наступая на берег. Туда дальше. Вот жемчужная Россия выкинула какое-то огромнейшее просто бревно на берег там лежит. Таблетки в воде. В общем, стихия бульствует. Такая вот обстановочка, ребятки. Красивая, классная, манящая, прекрасная. Но стихия – это сила. Одна из сильнейших волны эти подлетает и видно, докуда вода доходит. Сразу входят ребята с металлоискателями, ищут золото. Так, волна, я ухожу. Не переживай, тут с этой стороны у меня тоже ноги уходят в воду. Раньше времени мочиться не хочется. Тут кто-то потоптался ногами, если бы не было. Дюна, видите, апельсиновой корочкой покрываются. Фотосессии очень красиво делать. После ливня на пляж выходишь. Конечно, мокро, сильно не поваляешься, но фотография получается восхитительная. О, блок серебристый выпускает листочки. И весна. Особенно при таком бульстве стихии, о ней хочется вспоминать все чаще. Что вот скоро-скоро будет лето, и море будет совсем по-другому. С солнечными лучами прогрето, и гораздо сильнее привлекать нас с вами. Ну и вот, вид сверху на речку Можипсин. Соседние дюны, и туда дальше на пляже Анапы. Очень красиво все это выглядит. Сейчас даже сложно представить, что я буду покорять эти волны. Волны сейчас выше трех метров. По четыре даже приходят. Кстати, в два раза меня больше. Возле берега они такими не выглядят. Ну, буквально метров 50-70 отходишь. Вот там, где за вторым лайнапом обрушение идет, там такие мавики, я их отсюда вижу. Они точно больше меня приходят. Я, наверное, сегодня снимать не буду, потому что хочется жить в такой экстрим. Это делать сложно. Хотя, может, возьму с собой камеру. Позже посмотрим. Море в шторм мне вообще всегда почему-то нравилось гораздо больше. Приходишь, такой шум. Закрываешь глаза. Слушаешь релакс. Открываешь глаза. Видишь это силище природное. Это так невероятно. Это так прекрасно. Так маняще. А теперь я с ним одно целое. Это очень классно. Ну что, мои ребятки, готовы? Мы на запуск. Сейчас мы это сделаем. Ух ты, ё! Что творит Александр? Прямо возле берега. Рискует сильно. Кайф в небе. Еще один. А мы уходим в море. Кайф в небе. Кайф в небе. Кайф в небе. Кайф в небе. Замерзший, но довольный. Живой. Мы ездили из этого шторма. Я надеюсь, что-то получилось вам вставочку в видео сделать. Что-то подснял. Это было счастье, ребят. Такой дождь потом начался. Прямо едешь практически на метров 20 только видно. Потом все пропадает. Это по выезду на войну звонят. У нас буквально или завтра, или послезавтра уже будет туда дорога. В общем, красиво, классно. Море спасибо. Смотрел комментарии, писали. Юра, ты чуть не доехал в прошлом видео до прохода к морю в Кавказ. Сейчас я вам покажу, потом везде там кое-какие дела и поедем смотреть джимотэ. Ну, как и обещал, Кавказ, друзья. Смотрим проход к морюшку. Как он тут выглядит. У нас дождик идет небольшой. В ту сторону. Какие юки красивые, слышите. В общем, такие дела. Поехали заедем на джимотэ. На кривой проход мы не пойдем. Я сегодня специально катался на кайте. Смотрел, что там, где происходит. Поехал почти до первого проезда. Потом там ветра мало стало. Дальше не получилось. И тут никаких изменений нет. Вот на гостевом там очень близко подходили волны. И плюс посмотрим, как сейчас выходил этот проезд. Собственно, в ту сторону. Сейчас работает у нас светло. Это форт. Мы вчера, когда проезжали здесь, видели, что тут работал один торговый павильончик. И отсюда у нас как появились вопросы. Вдруг все будет там хорошо. И торговые ряды останутся. По крайней мере их никто не снес. Какие-то надписи там висят. Непонятные. Ну, в общем, один работал. Пока все закрыто. Пока все без изменений. Никаких тут масштабных переделок. Или еще чего-то. Нет. Здесь у нас база отдыха Динамо 2. По прямой Динамо 1. Опа. Бензинчик. Оп, как говорит, пора. Друзья, буду благодарен. Донать еще. Можно по номеру телефона на бензин. Самое важное, нужно для того, чтобы мы двигались дальше. Тут никаких изменений нету. Скайбридж стоит на месте. Другие гостевые дома тоже. Строительство в этой части Джимотэ не ведется. Единственное, что там на базах отдыха переделка идет небольшая. Сейчас проход через Динамо закрыт. Ну, думаю, что плиту откроется. Ну, и отсюда слышно, как шумит море. Море зовет. Море нас ждет. Тут никаких объявлений о сдаче не вижу. Даже номера телефонов, которые эти были написаны, они зачеркнуты. Тут два варианта. Либо в аренду уже сдали, либо в аренду в этом году сдавать не будут. К сожалению, под прошлым видео я не увидел собственников этих гостевого проезда. Никто ничего не писал. Может быть, под этим написано. Если вдруг знаете, будут работать в павильоне или нет, то пишите об этом. Потому что люди переживают, будет ли мы где-то что-то купить. Ребята, с той стороны куча тоже ларьков, которые остаются к ним вопросов у правоохранителей. В принципе, не было. Так что, по-любому, торговля здесь будет. И вы спокойно сможете приезжать и покупать себе все, что вашей душе только захочется. Кстати, вы знали, что у шторма есть даже свой аромат. Вот я подхожу к морю, пахнет штормом. Если да, то пишите, чем для вас пахнет штормом. Мы можем увидеть, что здесь все защищено вроде как от песка. На днях здесь проходила уборка. Казачата убирали. Видите, как все вычистили. Прям приятно идти по этому проходу. Казачатам большой респект и уважение. Вы красавцы, что навели здесь чистоту. Показать бы масштаб, насколько высокая эта гора. Метра на 4,5 на мелого песочка. И вот мы по этой ложбинке пробираемся. Открываются старые заборы, которые мы тут пытались городить. Какое-то время. И выходим посмотреть. А что тут осталось от пляжа? А пляж прям под дюнами. Ветровая нагрузка сегодня сильная. Но ветер сам по сути слабый. Было бы сильнее, было бы еще больше урона. Вот такой вид сейчас у моря. Опять куча мусора выкидывает. Смотрю. Нашим службам придется потрудиться, чтобы навести порядок. И папарацци на месте фиксирует эту красоту. Еще бы еще пошли на дюны. Но действительно, такое бывает для многих редко. Поэтому люди удивляются. Вау! Как это круто! Видите, полностью до дюн везде море доходит. Сейчас доедем до первого проезда. Думаю, там будет интереснее поглядеть. На обстановочку. Ну, я сегодня здесь, в этих волнах. Хатался на Кайте, доезжал почти до первого проезда. Там вообще, видите, стоят навесы в море. Как отсюда смотрится первый проезд. Здесь у нас тоже работают только магазины. А все остальное отдыхают до следующего сезона, когда он начнется. А мы едем на Уральский проезд. Здесь в Джимоте заходим по дарочку. Пансионат Уральский самоцвет. И справа, с левой стороны Пансионат Джимоте. По прямой у нас Фея. Вторая. Мы с вами ее видели в прошлом видео. С другой стороны. Здесь у нас небольшие лужи. Интересно, конечно, как ситуация обстоит. На улице Виноградной. Что там будет с подтоплениями. Как обычно вода стоит. Или все-таки по-сухому. Потому что сегодня в Анапе подтопило. Люди жаловались. Ну, поворачиваем. И сейчас все точно узнаем. Проход к море указатели нарисованы. Ну, а тут, тадам. В принципе, сухо. Налево пойдешь на пляж Феи. Второй попадешь. Обычно вот эту парковку подтапливают. Значит, воды не так уж и много. Но она и есть. Можно в разряд луж отнести ее. Проплываем. Гостиницы тоже. Гостиницы, гостиницы. Улица топ. Да, прям узкая. Здесь вот через уральские самоцветы. Люди приходят на пляж. Учтем все открыто. И там, и там проходы нормально. Тут улица морская. Никаких изменений я особо не вижу. Можно туда не заезжать. И поехали по Виноградной. Посмотрим, что там дальше у нас. Мне больше всего хочется вам показать пляж на первом проезде. Лестевые дома. Красивенькие такие все. Вот всегда меня ставит в тупик немножко вопрос. Юра, вот мы выбираем между там Анапой и Джимоте. Или Анапой или Витязево. Или сразу говорят Анапа, Джимоте или Витязево. Вот куда нам поехать? Вот стараешься, показываешь, рассказываешь обо всех местах. И вам самим надо как-то вот куда сердце. Легло туда ехать. Потому что в принципе везде есть свои плюсы и минусы. Лучшего места, поверьте мне, нету. Вот куда ткнешь пальцем, туда приедете, вам там будет хорошо. Даже если там будет медом понамазанным, вам просто может не зайти хоть что-то. Кто-то там криво вам улыбнется. Можете приехать, муха, сланд какой-нибудь, да? И там выйти, а вам на улице встретится первый человек и скажет доброго дня, хорошего вам отдыха. И вам это так зайдет. И вы будете отдыхать с душой в этом месте и приезжать туда много лет. Поэтому неизвестно, что вас зацепит. Пробуйте разные места. Можете когда приедете в одно место, съездить по всем, которые перечисляете. Оно все рядышком находится. И посмотрите, где, что и как. Направо пойдешь, никаких изменений не найдешь. Все спит и ждет следующего сезона. И здесь тоже сухо, хорошо и прекрасно. Ну, кроме небольших луж, но это мелочи, как говорится, жизни. Самое главное, что вода не стоит. Это нас очень радует. Смотрите, слушайте, тут очень какая-то пена морская заходила сюда. Плил по ходу, слушайте. Вот здесь пена морская стоит. Вот это номер. Смотри, зашел в джимотэ. Прикол. Хорошо, что не сейчас. Так, я туда дальше придется, наверное. Надеюсь, моя машина не уплывет. Вот это шок-контент. Вроде бы шторм-то не сильный, но уже потихоньку заходит. Все потому, что песка здесь не было. И он его не остановил. Море. Девчули так пошли по прямой. Еще и с ребенком. Сейчас здесь волна придет. Ой, побежим мы, побежим. Очень быстро, я думаю, отсюда. Сверху, с правой стороны, тут без изменений. Это вот как раз-таки к вопросу о том, почему так важны дюны. Не надо делать проходы к морю. Потому что через проходы к морю потом может прийти море в один прекрасный день. И здесь оно сделало море все, что хотело. Хотя, видите, насыпи были сделаны, но их размыло. Слева, с правой стороны остатки. Странно, что не позвали трактор еще. В общем, и здесь настил продолжает уничтожаться. В общем, ситуация, конечно, такая патовая на Джимате. Не зря я заехал посмотреть, что творится на первом проезде. Такая точка завершающая в нашем сегодняшнем грунт-сюжете. Да, видите, море отбирает пляжи Джимате. То есть это тоже для него катастрофический шторм. То есть в других местах я разрушений где не видел. Если будете гулять где-то по пляжам, что-то увидите, как там шторм пришел, чтобы понимать просто ситуацию, не обходить все пляжи. Потому что вроде бы, ну это вообще не из разряда там вон, вау, там какой-то сильный. Но обычный шторм и шторм. А видите, какие беды делают. Просто в каких-то местах шторм века забрал очень большую часть моря. И потом вот приходят другие шторма и уже с легкостью добивают то, что осталось. Вот такая обстановка, друзья. Такое мы ее увидели вместе с вами. К большому сожалению, шторма продолжает уничтожать эти места. И как будет дальше, узнает один только Бог. Так. Садим еще одна волна. Сейчас мы, возможно, поплывем. Даже насыпи песка человеческие уже не спасают. Вот эти люди убегают. Потому что сейчас море пойдет туда дальше, в джемоте. Ну нет, вроде бы повезло. Ветер должен сейчас уже стихать. То есть каких-то более глобальных разрушений я надеюсь, что в дальнейшем не будет. Ну а вы, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Когда-то Азаровский был прав. Не трогайте дюны. Но тут джемоте, помните, трогали. Вот вам, пожалуйста, что мы получили. Пляж-то ровненький был, но он-то не останавливает от шторма, от стихии. Не спасает постройки человеческие. Вот такую картину мы теперь наблюдаем. Слушайте, распространяйте. Может быть, мы когда-нибудь достучимся до всех этих безголовых людей, которые принимают такие решения по раскладке дюн, по созданию в них проранов, проколов. И мы будем как-то пытаться сохранять наши пляжи. Всем пока. От души. Продолжение следует... Продолжение следует...